К новостям спорта. Фестиваль единоборств имени Владимира Воронова объединил более 150 участников, в основном из Старого Оскола. Командные турниры под дзюдо и самбо завершились семейными соревнованиями. Старооскольская федерация борьбы имени Александра Невского инициировала новый проект «Семья в спорте». За праздничным словом фестиваль – очень серьезная работа. Чтобы пройти отбор на ставший уже традиционным турнир, мальчишкам и девчонкам нужна не только идеальная физподготовка, но и положительные оценки в школе. Рейтинг учитывает все – от поведения до числа подтягиваний. Влад Глушенко год назад соревновался под дзюдо. В этот раз решил попробовать силы в самбо. Я хорошо боролся, все встречи свои выиграл, но, к сожалению, команда проиграла. Самому больше самбо нравится, так как это национальный вид спорта. Не подвела Влада и родная сестра Настя. Брат меня с мамой вечно говорили, что чтобы я пошла попробовала. Но я сначала говорила, что не хочу, не хочу, а потом пошла попробовала, мне понравилось, и я решила остаться. Преемственность поколений здесь и у спортсменов, и у тренерского состава. Владимир Воронов был и остается в клубе, в своих учениках. У нас практически нет чужих тренеров. То есть все. Ну, вначале был Белоусов, первый директор нашей спортивной школы. Дальше-то все по преемственности Воронов был его воспитанник. Я, Ян Бюшенко, воспитанник Воронова. Ну, и пошел дальше. То есть у меня уже там тренера работают. Волошко, Кондратьев, Топоров. То есть идет, ну, все передается как бы живую, из уст в уста. Большинство команд на татаме – старооскольские. Участников могло быть больше, но многие решили не ехать. Опасаются оперативной обстановки в регионе. Объединенную сборную девчонок из Губкина и Шибекина привезла тренер Елена Чернобровенко. Признается, она любит приезжать на турниры в Старооскол. Здесь всегда честное судейство. Это принципиальная позиция Владимира Вороновой и сегодня нерушимые правила. Самого Владимира Михайловича все, кто знал, вспоминают с благодарностью и любовью. Сильный, улыбчивый и очень добрый человек. Участникам турнира показали фильм о Воронове. Самбо, дзюдо, ММА – разные стили боевых искусств, по сути, очень близки. В клубе Невского стараются развивать детей во всех направлениях сразу. Главный судья соревнований Валерия Абрамкина – сама мастер спорта России и по дзюдо, и по самбо. У нас много таких спортсменов, которые достигли хорошего результата и в виде спорта по дзюдо, и в виде спорта по самбо. Уровень с каждым годом все становится лучше и лучше. Дети подрастают, спортсмены. Уже интереснее становится борьба. Но, к сожалению, конечно, в этом году у нас не так много приезжих участников. Соревноваться с одноклубниками тоже интересно. Личного зачета нет, только общий. 12-летняя Настя Морозова одну схватку проиграла, но в целом ее команда праздновала победу. У меня было две схватки. Первого соперника я выиграла, а, к сожалению, вторую я проиграла. Тут дело в весе, просто, к сожалению, она больше меня месила. Стоявшая рядом соперница Настя, услышав интервью, возмутилась. Победа чистая, как говорят в дзюдо, и пон, то есть безоговорочная. И дело совсем не в весе. Я думаю, что соперница набрала, потому что я больше вешу. Я думаю, что у нас одинаковый вес был. Я кинула два раза на вазаре и получилась полностью эпон. То есть я сделала с косого захвата и просто кинула задний. Ну и все, и победа мне. А первую встречу я быстро выиграла. После церемонии награждения участников и болельщиков, в основном родители, пригласили поучаствовать в семейных соревнованиях. Дворец спорта имени Александра Невского запускает новый проект – тренировки мамы-пап с детьми. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.